Тот самый Василий Ильич Волков вместе со своей женой, который оставил нам коллекцию стереопар. Коллекция фотографий начала прошлого века легла в основу книги-альбома Александра Бирюкова «История через бинокуляр». Это уже седьмая книга краеведа и первый ее совместный проект с Орехвозуевским историко-краеведческим музеем. Музей давно не печатал книги. Написать книгу сложно. Даже если сотрудник музея владеет материалом, он не всегда владеет слогом. Поэтому, когда Александра Александровна предложила такой проект, это была просто сказка на самом деле. Стереоскопические изображения были очень популярны в России в начале 20 века. Но рассмотреть их можно было только с помощью специального приспособления. На презентации книги гостям выставочного зала показали, как это работало. Очки, естественно, надо снять. И не у всех, кстати говоря, получается. Я встречала человека, который в принципе не может совместить вот эти два фото. Более того, я вам могу сказать, что вот этот аппарат, он нужен не обязательно. Если человек умеет совмещать две фотографии глазами, он может стереоэффект получить без аппарата. А теперь читатели книги смогут без труда разглядеть во всех деталях жизнь Ореховы Зуева, ближайших городов и деревень более чем 100 летней давности. В каждой фотографии есть описание сюжета, который на фотографии. И помимо этого, я постаралась сделать кое-какие исторические изрисовки из документов, из книг того периода, из мемуаров, из дневников известного в Орехове Василия Ивановича Бычкова, из газет того времени. Часть средств на издание книги была собрана на интернет-платформе, и принять участие в сборе могли все желающие. Я увидел, скорее всего, на страничке в социальных сетях, уже сейчас не помню где. Естественно, меня это заинтересовало, поскольку история этого города мне очень интересна. Ну и, собственно говоря, я решил помочь этому проекту. Иначе такие книги просто-напросто могут не появиться. Первый тираж книги «История через бинокуляр» – 500 экземпляров. Приобрести ее можно в выставочном зале Орехово-Зуева и историко-краеведческом музее. Экземпляры будут переданы и в библиотеке округа.